Привет всем, друзья! Продолжаем смотреть Мандалорца, седьмая серия. Но вначале хотелось бы сказать о том, что я капец как был рад тому, что представили Дисней по Звёздным Войнам. Я уже, конечно, сказал это в своей реакции на Войны Клонов. Кстати, если чё, у меня на канале выходят реакции на седьмой сезон Войны Клонов. Так что, если вам интересно, плейлист оставлю в конце этого видео. Вот, и я хотел сказать просто, что я очень жду сериал с Оби-Ван и Асокотана. Вау, мне кажется, это будет очень круто, особенно Оби-Ван, потому что там появится Дарт Вейдер. Вот, ну и ещё полно кучи всяких разных релизов, сериалов, короткометражек и фильм, кстати, я жду Тайки Ватити. Мне кажется, тоже это будет очень круто. В прошлом сезоне Тайка Ватити снял одну серию, и она была крутая. Вот, сегодня у нас седьмая серия. Уже по стоп-кадру я вижу то, что чувака, видимо, освободили. Короче, мне кажется, тут соберётся команда сейчас, и они все налетят на этот корабль. Ну, я не знаю как. И, ну, попытаются освободить Гробу. Это одно предположение, в другое они будут в этой серии только собираться. То есть, какой-то квест будет, и в следующей уже вот будет мощная битва. Вот. Очень переживаю за Гробу. Прошлые серии, муа, просто топчик. Асокотана, Боба Фетт, вообще вот 3, 5, 6, по-моему. Третья ещё, где Бокотан появилась. Короче, супер. Второй сезон прям крутейший. Делают все сиквелы прям вообще по полной программе. Тоже жёсткая серия была. Подстава. Я сначала не сразу понял, что за перс, кого они разыскивают. Только потом, после уже догнал то, что это с первого сезона чувак. Круто, круто то, что старые персонажи тоже появляются здесь. Мне кажется, они будут друг друга рады видеть. И классно то, что Манда сейчас с Боба Феттом будет летать. Ох, свалка. Заключённый 3467, поприветствуйте, Маршал Адюн. Заключённый 34667, у вас 3 секунды, чтобы выполнить новую директиву. Да хорошо, ладно, ладно. Не скажешь, куда меня повезёшь. Ау! К старому другу. Я на секунду принял тебя за другого парня. Та-да-ан! Пришёл меня грохнуть. Тебе нужно знать только то, что я нарушила много правил, чтобы забрать тебя. Вали! Просто повезло чуваку. Классный саунд. Мовгидион, забудьте. Верните меня на свалку, я в это не полезу. Я смогу узнать координаты только через внутренний имперский терминал. Кажется, такой был на Мураке. Если вы меня туда доставите, я достану вам координат. Вон там перерабатывающий завод. Интересно, что они там перерабатывают? Похоже на Рейдони. Очень летучий и взрывоопасный. Да, прям как им надо. А Рейдони что-то знакомы, как будто я где-то это слышал. Мы с Мейфилдом займём в тоннеле место водителей. Как бы мне не хотелось прошвырнуться с нашей десантницей, ничего не выйдет. Пойду я. Слушай, у меня, может, язык и подвешен, но я вряд ли смогу объяснить имперцем появление парня в мандалорском костюме. Я пойду с тобой. Ну, переоденеться там. Но лицо своё не открою. Что же... Боже, ну и вонь. И перчатки до сих пор влажные. Какой позор. Это уж точно чего-то стоит. Хотела бы сказать, что тебе идёт, но совру. Главное, уберите стрелков с крыши. Присмотри за бронёй. Береги её. Что вы сказали на мандалоре? Нифига себе, она так спокойно подняла. Там... Без карм, блин. Эй, как ощущения? А? Ладно тебе, ты всё равно в шлеме, разве нет? Первая фаза завершена. Мы в деле. Понял, ожидаю. Джекернал-4, вы греетесь. Следите за нагревом груза и скоростью. Да, Империя, Новая Республика. Они всё одно и то же. Мы для них всего лишь захватчики. Думаешь, у погибших воинов-мандалорцев был выбор? Так чем же они отличаются от Империи? Слушай, если ты родился на Мандалоре, ты веришь в одно. А если на Альдеране, то в другое. Но угадай что. Ни того, ни другого больше не существует. Ты говорил, что тебе нельзя снимать шлем. Я теперь нацепил шлем штурмовика, так что же это за правило? Тебе нельзя снимать мандалорский шлем или лицо показывать? Есть же разница. У каждого есть свои границы, которые держатся, пока не запахнет жареным. База, база, нам нужна! Что это было? Ждите указаний. Отбой, отбой! А, вон оно что. Ты серьёзно палишь из бластера рядом с Райдонем? Ну он не штурмовик, он попадёт. Это не штурмовик, он не штурмовик. Нет, нет. Фуууу! Щет, опасно! Пффф! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Так, всё, последняя тачка. А чё, блин, у них больше оружия нет там? Мэйфилд, прибавь ходу. Что ты делаешь? Чё, пираты не ожидали, да? Чё такое штурмобит попадёт? Блин, сколько их там? Упс. Блин, а чё, где у них подмога-то? Фух. Ну что ж? Не надо сбавить обороты. Сколько их там? О, вот это уже плохо. Офигеть, у них сколько взрывчаток. Где иные их помощники? Хо-хо-хо-хо! Никогда не было так родных в появлении, у них. Никогда бы не подумал, что буду рад штурмовикам. Делосная сила, блин. Прикольно, прикольно. Удачи. Блин, вот будет подстава, если он все-таки предаст. Что, знакомый кто-то? Я не могу туда пойти. Почему? Там Валенхес. Кто? Валенхес. Я служил с ним. Если мы не раздобудим координаты, я потеряю мальца навсегда. Отдай додастик. Ничего не выйдет. Для доступа к сети нужно, чтобы терминал просканировал твою лицо. Нифига себе. Ошибка. Ошибка. Сканирование лица не завершено. Десять секунд отключения системы. Десять. Девять. Сканирование лица завершено. Отзывайся, когда к тебе обращается офицер. Каково твое назначение? Мое назначение второй пилот транспорта. Нет, сынок. Какой твой номер, ТК? О-о-ой номер, ТК. Я имперский боевой штурмовой транспортный лейтенант, ТК-111, сэр. Боюсь, вам придется говорить с ним погромче. Его борт разгерметизировал от Атанаби. Я вас не отпускал. Вы сегодня оказались единственным экипажем, который довез свой груз. Фух. Ну пока вроде нормально все. Может, выпьем за операцию пепел? А у нас тут знаток истории. Целый город исчез в одно мгновение вместе с жителями. В тот день мы потеряли целую дивизию. Новая республика в полном раздрае, а мы набираем силу. Все думают, что хотят свободы. Но на самом деле им нужен порядок. За империум. Бегите. Ты сделал то, что должен был. Я ничего не видел. Готов? Давай. Не с места. Хренеть. Южная стена. Посередине. Вижу. Давай, шевелись. Я что по-твоему делаю? Вам просто идти, чуваки. Дай-ка винтовку. Че, подорвать можно? А-а-а. Ну и всем нужно спать по ночам. Ну как так пробило? Ну хотя, ну возможно. Упс. Сейчас я не рад. Сюрприз. Вау. Круто. Мурашечки. Привет. у тебя то что мне нужно тебе может казаться что ты имеешь представление о том чем владеешь но это не так скоро он вернется ко мне для меня он значит больше чем ты можешь представить речь была о грогу или черном мече рик фому его не знаю кто я просто нет скорее всего конечно о грогу потому что бог от она охотится за черным мечом но почему-то я о нем подумал потому что типа ну как это он не имеет представления что у него есть по моему он знает и у него есть планы фиг знает фиг знает ну как бы не ну по-любому там речь о грогу классная серия классное начало то как его забрали вообще и эта встреча неловкий момент два старых друга и вот ну друга я так уж говорю классно крутой план классная погоня была на этих осколках или как они называли я по-моему первый раз видел что были колеса ну так вроде ничего до этого не было подобного не знаю забыл я про этот разу не где мог его слышать но где-то по моему было пираты я конечно не знаю насчет судьбы пиратов что там случилось с ними с их главарем здесь конечно какие-то другие но было бы круто если появился тот их вожак снова увидели его лицо как тот чувак говорил мэйфилд то что ну и когда припрет типа тогда но все свои правила и от всего откажешься вообще сделаешь так как будет правильнее и нужнее и в этом в итоге я не знаю чё то по идее он сам видеть мог он просто испугался то ли то узнает или чё ли но в итоге сам потом вышел и слава богу выручил дина и этот выстрел охренеть я был в шоке просто я видел то что он недоволен у него растет это недовольство но я не думал то что все закончится так выстрелом я думаю такие типа ну выпьют и все разойдутся вау это очень классный момент вообще одну все круто по актерской игре это блин ясен пень и классный саундтрек что-то еще хотел сказать про мандалорца забавный он был форме штурмовиков мне кажется ну оружие хотя бы можно было взять собой они все там сваливать мешок и капец какая сильная это кара это ну вообще жесть либо это доспехи такие легкие ну хотя тут не все же есть без кара так что ну возможно мне ну ранить его не знаю но она его так просто на плечо закинули вообще мне кажется броня должна быть тяжелой может нет фиг знает очень крутой взрыв от боба фета и взрыв вот прям где-то это было не помню где не знаю я вам говорил нет то что мне кажется что вот мандалорца он сейчас же продлится и ну то есть уже по моему третий сезон будет 3 4 мне кажется нас все-таки подведут к к этим сиквелом то что по ну откуда появится сноук мне кажется все таки благодаря грогу мне кажется удастся им там еще крови взять вот и собственно так и появится сноук короче ну не прям впритык к этим сиквелом но как-то близко мне кажется будет не знаю как вам пишите в комментариях ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны спасибо всем за внимание всем пока check it out